Приветствую всех, друзья, на канале Airzone Game. Сегодня мы с вами посетим, походим, потрогаем, пощупаем новый проект, который называется Мегаполис, построенный на базе игры GTA V и располагается на платформе Alt-V. И начнем его обозревать с самого начала, вступительной заставки и далее меню персонализации, которое вы видите как выполнено. Это сделано в виде витрины, и там стоят три манекена. Выбираете любого, и этот манекен впоследствии и будет вашим персонажем. Само меню достаточно прикольно сделано. Очень плавная прокрутка, прокручивается персонаж правого-левого мышкой, точно так же и увеличение, и удаление происходит все на мышке. Далее все в ползунках, очень много всевозможных настроек, и также разработчики не пожалели и первоначальной одежды. Одежды очень много, причем еще каждая одежда кастомизируется по цвету. Можно выбрать пиджак и подобрать, например, цвет черный, синий, какие предложены цвета. В общем-то, к меню персонализации вообще никаких претензий нет. Единственное, что, конечно, немножко мелковато написано. Ну и заходим на проект. Появляемся мы в метрополитене, но это станция метрополитена Аэропорт. То есть, поднявшись наверх, мы оказываемся в аэропорту. В общем-то, все достаточно стандартненько, я бы так сказал. Но зато это антуражно. Мы действительно прибыли на новый проект, на новый остров, новый штат. Тут же располагаются и точки аренды мопедов. Для того, чтобы арендовать мопед, никаких прав не нужен. Ну а менюшечка выполнена вот так. Опять претензия всего лишь одна. Очень мелко написано. Практически нихрена не разобрать. Ну и ладно, все. Мы вошли на этот проект, на этот сервер остров-штат, как хотите это называйте. И отправляемся в свободное плавание. Ну и естественно, что путь наш лежит в ратушу, мэрию, как она здесь называется. Выполнено все, я бы сказал, очень стандартно. В том же месте, но задействованы все три этажа мэрии. Как вы можете это заметить. Ну и в общем-то, вот внутренности этой мэрии. Да, мэрия прикольная, по ней по всей бегать не стал, тем более, что здесь очень много закрытых дверей. Ну и мэрия нужна для того, чтобы оформить первоначальные документы, то есть регистрацию. Ну и здесь же в мэрии получаем пособие. Да-да, здесь, на этом проекте, вам периодически будет приходить пособие по безработице. А чтобы безработица нас не донимала, надо найти рабочее занятие и отправиться туда. Для этого нужно открыть телефон. Но вот тут телефон вам не помощник. К сожалению, ничего толкового в телефоне нет. Выглядит телефон прикольно, много иконок, но там в основном задействована основная иконка, это позвонить, транспортные услуги и вызов такси. Найти работу по телефону невозможно. Также невозможно им воспользоваться как навигатором. Поэтому приходится пользоваться картой. Открываем карту и там ищем какое-то рабочее занятие. Ну и тут уже на вашу интуицию надо рассчитывать. Мне же первая повстречалась работа доставщика. Вот в этом месте она находится, это почтовая служба, знакомая, наверное, всем, кто играет в GTA 5. Ну здесь она, видите, с таким внутренним оформлением. Сделано все очень прикольно, красиво, светло. И такой вот здесь находится офис, в который, в общем-то, нам надо проследовать. Тут сидит NPC-шка, все очень туражненько. Вот с ним-то нам и надо взаимодействовать. Нажимаем кнопку E и здесь можно узнать вообще о том, что это за работа. Мы узнаем, что нас на постоянку принять не могут, потому как принцип компании это разовое поручение. Ну берем разовое поручение и вот тут нужно уже взаимодействовать с меню. Видите серый контур? И вот справа, вернее, от серого контура есть вкладочка рука. И вот у меня в руке лежат деньги. Их надо перекладывать постоянно. Сняли с банкомата, получили зарплату. Всегда нужно перекладывать деньги в основное меню. А вместо денег нужно ложить вот эту самую посылку, которую мы получили в офисе. Заходим опять в меню, перетаскиваем посылку в руки. Обязательно перетаскивать, другой механики нет. Выходим из меню и вот на миникарте проложился маршрут. Видите, зеленым полоской проложился маршрут. Если мы зайдем обратно в меню и перетащим посылку в инвентарь обратно, то маршрут исчезает. То есть вам надо ездить всегда, чтобы у вас в руке была эта посылка. Выглядит, скажу честно, по-дурацки, но вот такая вот механика у этой и работы. В общем-то с этой посылкой следуем далее. Тут еще одна есть загвоздка. У этого мопеда очень огромный расход топлива. Практически один к одному. То есть литр на километр. А бак у него маленький. Ну и когда вы арендуете, естественно, вам полный бак не заливается. И у меня кончился бензин прямо вот на этой точке. Вот я приехал и у меня бензин закончился. Ну не очень грамотное решение со стороны разработчиков давать такое вот малое количество топлива арендованному транспорту. Ну и к тому же такой просто, ну действительно конский расход топлива. Один к одному. Ну там может быть 900 грамм на километр. Примерно вот так вот. Потому что я заправлялся 7 литров и проехал 8 километров. Ну где-то вот примерно так расход у этого мопеда. Что на мой взгляд полный бред. Ну и ладно, возвращаемся обратно к работе. По условиям этого задания нам нужно привезти обратно в офис отчет о доставке. Я его заблаговременно положил в руку. Ну посылку же надо в руку брать. А оказывается нет. Отчет не надо в руку брать наоборот. Его надо держать в инвентаре. То есть заходим в инвентарь обратно. Перекладываем отчет в инвентарь. И только после этого можно получать зарплату. Которая окажется у вас в руке. И потом зарплату надо переложить в инвентарь, чтобы получить новую посылку. Короче вот эти манипуляции мне не очень понравились. Но помимо этих манипуляций мне не понравилась сама задумка. Вы едете с одной посылкой в один конец. Обратно вы возвращаетесь впустую. То есть половину всего времени вы тратите просто так. Это не очень интересно, не очень красиво выглядит. Ну и вот эта манипуляция и поездка с посылкой в руке тоже выглядит на самом деле достаточно глупо. Я даже видел ехал человек с огромным ящиком приклеенным к руке. Не знаю бак это был или это он просто так на своей машине доставлял какие-то большие посылки. Не знаю. Но выглядело это очень не симпатично. Ну и оплативается данная работа очень и очень мизерно. 25 долларов поездка туда обратно. Ну а если вы не вернетесь с отчетом, то и зарплату естественно не получите. А 25 долларов я вам скажу с учетом того, что еще этот мопед и заправить надо. Это вообще нисколько на этом проекте. Но надо сказать, что на каждом рабочем занятии есть своя система прокачки. Которая конечно же позволяет вам зарабатывать все больше и больше и больше. Но на этой работе вы не станете миллионером это уж точно. А так как эта работа доставщика несмотря на всю свою хитроумность, исполнение мне не понравилось. Я с нее быстренько уволился и поехал искать новую работу. И новая работа это а-ля Red Age. То же самое место, принцип тот же самый. Ну почти тот же самый. Находится да в том же месте, в принципе и выглядит все очень похоже. Поле для гольфа. Но здесь к боту или NPC подходить даже не обязательно. Сразу же садимся в газонокосилку, арендуем ее и отправляемся на поле. Но в отличие от сборки Red Age, где есть такая же работа, там мы ездим по триггерам. Да, горящим, желтым, зеленым, красным там уж какие поставят. Здесь как вы видите нету вообще ничего. Потому что здесь немножко другой принцип работы. Вам начисляется заработная плата за каждые 30 проеденных метров. Без разницы как вы можете вот так кругами ездить. Кстати говоря, я пробовал так долго ездить кругами, счетчик останавливается. Это видимо сделано для того, чтобы не злоупотребляли этим. И в принципе вы можете ездить абсолютно как угодно. По дорожкам, не по дорожкам. Вот абсолютно как угодно. Лишь бы вы не выезжали за территорию этого вот гольф-клуба. Тогда счетчик отключается. Здесь же, вот сейчас стрелочке показано, где вам начисляется зарплата. Это общая сумма зарплаты. И полоска, означающая какой у вас уровень. То есть, как я и сказал, здесь на каждом рабочем занятии есть своя прокачка. То есть, вы можете прокачать в принципе любую рабочую специальность. Но это все бессмысленно на самом деле. И этого мы коснемся чуть позже. Ну а в принципе работа выглядит вот так. Да, старенькая работа, газонокосильщика. Но исполнение прикольное. По крайней мере, оно вас ну никак не напрягает. Жмите одну кнопку, получайте удовольствие. Если, конечно, можно от этого получить удовольствие. Но я основные свои деньги заработал именно вот на этой работе. Ну и еще одним главным фактором этой работы и вообще всех рабочих занятий на этом проекте. Это надо не забывать периодически подходить. Ну или в конце, когда вы устали и не хотите больше этим заниматься. Обязательно надо подойти к NPC, который стоит в самом начале. И забрать у него зарплату. Потому что денежки начисляются этому NPC, а не вам напрямую. Я же накатался в сласть, заработал какую-то денежку и увидел, что здесь есть индикатор голода и жажды. Правда, выполнен он всего в одном варианте. Просто нарисована ложка с вилкой и кружочек. Мне пришлось бегом лететь просто в магазин. Кстати, магазин выполнен вот так. Но здесь опять вот эта система дурацкая с перекладыванием. В самом меню есть пункт употребить, но он не употребляет продукт. Пока вы его не перетащите в руку, употреблять бесполезно нажимать. Видимо, раньше была такая система, но решили от нее отказаться. И теперь надо делать вот так. Перетащили в руку, нажали употребить. Перетащили в руку, нажали употребить. Только после этого идет уже взаимодействие и идет анимация поедания. Если через меню нажимать употребить, ничего не произойдет. Ну и сам магазин. Опять очень мелко написано, очень мелкие иконки. Посмотрите, сколько здесь места. Вот сколько здесь места. Просто пипец. Чего вы экономите? Вот что, это место платное что ли? Вот такое ощущение, что вы платите за место, поэтому делаете все очень-очень мелко. Ну не видно ж ни хрена, а? Хотя вокруг столько свободного места. Ну и ладно, пусть это остается на совести разработчиков. Мелкое и мелкое. А мы с вами отправляемся дальше. Следующая точка посещения у нас будет работа лесоруба. Ну, понятное дело, что будет располагаться это в стандартном, можно сказать, месте. Так как на карте, в общем-то, такая антуражная всего одна точка. Поэтому все, что связано с древесиной, всегда размещается именно здесь. И этот проект тоже не исключение. Пилорама. Работа дровосека. В общем-то, она достаточно прикольная работа, но и тоже не лишена своих каких-то изъянов. Я уже как-то показывал подобную работу, но там было сделано немножко по-другому. Во-первых, там бревно носили на плече. Здесь почему-то мы носим бревно совсем не на плече. И точки были расположены очень-очень близко. Здесь же с точками, где расположены деревья, какая-то полная беда. Кто их так ставил, я не знаю. Ну, хотелось бы, чтобы автор этой работы сам бы попробовал на этой работе поработать. Во-первых, точки разбросаны просто на огромном расстоянии, что мало того, что это нелогично, не бегает дровосек 500 метров в одну сторону, 500 метров в другую сторону, высекается площади в лесу сплошняком. Вот как начали с края, так и пошли. Ну, понятное дело, что здесь так, в принципе, нельзя сделать. Но зачем же раскидывать точки, где надо рубить деревья, на таком расстоянии? Так еще мало того, что на таком вот огромном расстоянии, как вот сейчас можно это заметить, так еще и расположение точек тоже оставляет желать лучшего. Вот есть точки в овраге. Мало того, что и в овраг-то сам спуститься достаточно сложно. Ну, а подняться обратно с бревном, естественно, уже возможности нет. Даже без бревна здесь не подняться. А с бревном, потому что подавно. Приходится оббегать вокруг. Тратишь просто какое-то немыслимое количество времени. Немыслимое. Да, естественно, тоже есть прокачка. Но начальная стоимость одного бревна 13 долларов. И вот пока здесь набегаешь хотя бы один уровень повысить, я, честно говоря, я даже не знаю, сколько здесь надо провести времени. При мне здесь побегала одна девчушка с бревном. Кстати, смотрится, конечно, глупо. Маленькая хрупкая девчушка тащит такую здоровенную хламиду. Ну, вот такая вот работа, которая мне, в общем-то, тоже не понравилась. И изрядно набегавшись по этим оврагам, я понял, что надолго меня не хватит. На такой глупой работе я не могу потратить время. Надо двигаться дальше. И тут я сталкиваюсь с проблемой, которую я уже показывал не на одном проекте. Есть точка для новичков, точка для начальной работы. Ну, или просто даже рабочее занятие, да. А точки аренды транспорта здесь нету. Если посмотреть, то недалеко есть город Палета Бэй. Такой небольшой городишко. Но и там тоже нету точки аренды скутеров. Есть точка аренды автомобилей, но у меня нет прав. Как мне отсюда выбраться? Вот из проектов в проекте я сталкиваюсь с одной и той же глупостью. И я считаю, что это просто недоработки разработчиков. Вы не тестировали, вы не пробовали. Вы заходили сюда с админкой, со своим транспортом. И что-то смотрели. А вы не пробовали поиграть за новичка. Вот что мне делать? Из проектов в проект я показываю одну и ту же хрень. Что делать-то? Вот пришел новичок, приехал на мопеде. Мопед пропал. Что мне делать? Ну и ничего мне не оставалось, как отправиться пешком в Палета Бэй. И уже там искать каких-то людей. И спрашивать, может быть я что-то просто недопонимаю. В общем, отправляемся в Палета Бэй. Другого варианта нету. Здравствуйте. Здравствуйте. Не подскажете, есть ли какой-нибудь способ отсюда добраться до города или до фермы? Можете арендовать транспорт. Вот здесь, неподалеку. Ну, аренды скутеров нету, а все остальное мне пока не по карману. Не знаю даже, чем вам помочь. Я не могу, к сожалению, вас отъезти на служебный автомобиль. Ну, а больше здесь, в общем-то, вариантов нету, да? Ну, пойдемте, может мы вас вот подвезем сейчас на машинке. Давайте. Пойдемте сами. И должны мы помогать нашему народу. Да я вот на лесорубке поработал, а аренда кончилась и все, как бы остался вот здесь. Садитесь, садитесь, садитесь. Дверь открыта, задняя. Так, говорите, куда вас там? Там на ферму поработать, денежки нужны. Так, на ферму, значит. Ну, вот где-нибудь здесь. Огромное вам спасибо. Да, да, не за что. Ну, и вот, друзья, таким вот образом, с помощью полицейских, мне удалось добраться до следующего места работы, а это ферма. В ферме есть две, животноводческая и растительная. Начнем с животноводческой. Два вида работы. Первый вид работы, это кормление животных. Есть курицы и есть коровы. Принцип один и тот же. Подходим, взаимодействуем. Он делает анимацию ковыряния в земле. Считается, что мы покормили животных. Следующее, это сбор. Либо яйца, либо молоко. Ну, соответственно, от куриц яйца, а от коров молоко. Берем коробку, ну, или ведро будет, если мы подойдем к корове. И далее надо бежать. Надо бежать очень далеко. Так далеко, что на мини-карте даже не отображается. Мне пришлось ходить и искать. А где? Куда нести-то эти яйца? Метка-то горит. Она иногда даже показывается на мини-карте. Но это находится вот там вот. Я попытаюсь показать одним кадром, сколько вам придется пробежать с одной коробкой яиц или с одним ведром молока. На проекте очень жестко ограничен бег. Вы можете заметить, что сейчас появилась красная полоса, и я замедлился. Не знаю, зачем это сделано, но бег жестко ограничен. И преодолеть вам надо будет вот такое вот расстояние. Если вы думаете, что за это хорошо заплатят, зря вы так думаете. Если вы донесли, то надо бежать обратно. И точно такое же расстояние в обратную сторону с очень жестко урезанным бегом. Я опять выдохся. Пробегаешь буквально 20 метров, и все, дальше бежать ты не можешь. Для чего это сделано, у меня нет никакого объяснения. Зачем делать вот такие долгие пробежки, я тоже объяснить не могу. Кроме как того, чтобы задрючить меня в хлам. И вы можете заметить, что вот здесь нет ни одного человека. Да это и понятно, потому что заниматься вот такой вот хероборой желающих очень мало. На соседней ферме, мы сейчас туда перейдем, есть люди, и они там играют. Здесь же нету никого. Почему не поставить точку сбора яиц и молока где-нибудь здесь? Зачем игрока гонять? Ну не будет же никто этим заниматься. Ведь это настолько очевидно, что у меня даже нету слов. Почему это делается вот так? Зачем делать такие огромные расстояния? Вот зачем? Ну ладно, переходим на другую часть фермы, на растительную часть. И здесь нам предстоит сажать и выращивать кукурузу. Выглядит это все вот таким вот образом. Есть грядки, на грядках есть точки взаимодействия, мы по ним ходим, через кнопку Е сажаем. Вообще удобнее сажать не так вот, как я сейчас показываю, не вдоль грядок ходить, а поперек. Потому что триггеры расставлены близко друг к другу. Поэтому все сажают не таким вот образом, не как в принципе правильно, а вот так вот. Не вдоль, а поперек, так сказать. Так гораздо удобнее и быстрее. Делаешь два шага, взаимодействие сажаешь. Получаешь за это два доллара. Вот они таким вот рядочком и идут. Мы по ним идем и взаимодействуем. Есть четыре цикла. Первый цикл это посадка. Второй цикл это удобрение. Третий цикл это прополка. Четвертый цикл это еще раз удобрение. И после этого, ну уже можно сказать, пятый цикл это сбор той самой кукурузы. Но здесь работает тот же самый принцип, что и на животноводческой ферме. Все игроки играют только на ближнем поле. И это понятно. Это, ну вот как я и говорил, это же очевидно. Но никто не будет бегать с крайнего дальнего поля. Да, поля засеиваются все, потому что за один засев тебе дается два доллара. И засеивать можно, ну какое угодно поле. Какая разница, где ты стоишь и где ты сеешь. А вот носить с дальнего поля, это допустим 20 секунд. А с ближнего поля 3 секунды. Ну так естественно, что все будут бегать с крайнего поля. Поэтому все остальные поля это просто мертвым грузом. Они стоят, но они засеяны, они проросли. Но собирать их там никто не собирается. Все бегают с ближайшего поля. И ведь опять же очевидно, ну поставьте вы точку сбора, равную ко всем полям. На одинаковом расстоянии. И тогда не будет у игроков задачи, с какого же поля бегать-то блин. С какого ближе. Посередине поставьте, чтобы равное расстояние было с любого поля. И все, и задача будет решена. И будут люди играть. На коробнике поставьте точку отдельную. Здесь поставьте посередине полей. Но нет, вот надо сделать вот таким вот образом. Хотя вот как я и сказал, ну очевидно же, да. Ну не будет никто бегать с крайнего дальнего поля. Ну кому это нахрен надо? Ну а по оплате это 2 доллара за работу на грядке. И 6 долларов это за доставку. Поэтому, конечно же, все и бегают с ближнего поля. Это выгодней. Ну а далее сталкиваемся с той же глупостью, которую я показывал на работе лесоруба. Только если на работе лесоруба можно было добежать до поля ТБ, и там если есть права, если есть деньги, можно арендовать машину, то здесь нету вообще ничего. Ни скутера, ни машины, ничего. Ближайшая аренда это вот через озеро, там какой-то городишко. Вот там есть аренда автомобилей. Но у меня нет прав. Поэтому мне она вообще, в принципе, ну никак не пригодится. Хотя надо сказать, что вот в этот раз, в отличие от работы лесоруба, у меня уже была какая-то денежка. Я, в принципе, бы мог вызвать такси. Но мне попался человечек, который предложил любезно меня подбросить. Ну и я согласился. Давай, поехали. Я вот сейчас на ферме был что-то не особо впечатлен. Очень сложно. Ну, это очень сложно, очень много времени уходит, а денег немного. Да, и там неграмотно все. Вот что на лесопилке неграмотно, что там неграмотно. Ну, лесопилка это вообще очень неудобно. Вот самое удобное из таких это ферма, типа там относительно недалеко нести. Вот растительная ферма, да, одно поле там согласен, да. А все остальные поля, они просто как мертвым грузом лежат. Их засеивают, а никто оттуда не собирает, потому что ну очень далеко бегать. Вот одно поле юзают ближайшие, там человек пять на нем сидят на одном и том же поле. Потому что неграмотно расставлены точки. Естественно, что никто не будет бегать с крайнего поля. Так же и на этом самом, на лесорубке. Ну какой дурак поставил деревья на таком расстоянии, да еще и в овраге. Вообще дело. Нет, ладно бы там, там пофиг, таскайте бы, я бы и оттуда потаскал, если бы там платили баксов 50 за дерево, а не жалкие там сколько, 6-10. Я вчера на газонокосилке гонял. Сейчас, наверное. Ой, это ужас. Ужас. Жесть, тупи же, я уснул, я пока нажимал W. Знаешь, если у тебя был бы ребенок, или вдруг у тебя есть трехлетие, ты знаешь, что мог посадить, получал бы, наверное, удовольствие. Ну да, да, да. Ну и вот, так вот мы весело общаясь, добрались до автошколы, которая выглядит вот таким вот образом. Надо сказать, что компактно, аккуратно и симпатично сделана автошкола. Стоят компьютеры, их достаточное количество, чтобы сдавало сразу же несколько человек. Подходим к любому, нажимаем E для взаимодействия, и открывается вот такой вот типа планшет. Если кто-то зайдет сюда поиграть, рекомендую прочитать вот это все. Здесь как бы краткое описание правил дорожного движения, вопросы на которые будут здесь присутствовать. Ну и дальше, если вы получили карточку, что очень важно, и интересная система, не часто встречающаяся, у вас два вида оплаты. Если есть наличка, оплачивайте наличкой. Если хотите с карты, пожалуйста, вводите пин-код и оплачивайте с карты. Такая система встречается не часто, и она очень и очень удобная. Ну, а после оплаты начинаем отвечать на вопросы. Вопросы, в принципе, взяты из учебника по вождению. В принципе, достаточно адекватные вопросы. Я там, может быть, один-два заметил, такие, ну, не особо на них кто может ответить. Но в целом сделано очень прикольно. 12 вопросов отвечаете без ошибок, и все, переходите дальше. Ну, а дальше практическая часть. Ну, и так как я выбрал сразу же сдачу на грузовой автомобиль, ну, потому что зачем мне легковушка, ладно, хрест с ним я помучаюсь, но покажу зато вам следующую работу, которая здесь есть, которая требует прав. Поэтому я сразу же стал сдавать на права. Права стоят тысячу. В отличие от легковой, которая стоит 250, по-моему, долларов. Ну, в общем, разница такая весомая, а экономика достаточно сложная. Заработать эту тысячу, ну, непросто. Поэтому лучше, как я и сказал, прочитайте всю аннотацию, и потом только сдавайте теоретическую часть, переходя потом на практику. Ну, а практика выглядит вот таким вот образом. Ничего, в принципе, здесь такого замысловатого нету. Не превышайте скорость и не стукайте. И за это можете не сдать вождение. Я не превышал 60 км в час и все равно уложился. Да, здесь есть таймер. Обычно нету никакого таймера. Здесь он есть. Но он такой, чисто формальный таймер, чтобы вы уж очень долго не ездили. Потому что я приезжал даже не превышая 60 км в час. Все равно приехал, у меня еще там 100 с лишним секунд всегда оставалось в запасе. Что на легковой транспорт, что на грузовой. В общем-то, трассы разные, по разным маршрутам ездят грузовики и легковушки. Но все равно времени предостаточно. Так что, если кто-то будет сдавать, то вот смотрите сами. Время, в общем, не обращайте особо внимания. Потому что оно вас не подгоняет. Оно есть, как-то глобально на вас не будет влиять. Спокойненько ездим и сдаем. Главное не превышать и главное ни во что не врезаться. Где это теперь удостоверение? Посмотрите-то, ну, лицензию на вождение. Винюн Толея. В два нажми там. Посмотреть можно. Там же справа наверху водительского удостоверения сидел. Есть у кого машина тут? Нет, вот куда. Нет, бомжи все. Ну да. Говорят, машина самая дешманская, там что-то косарь 300 стоит. Ну а дом при этом надо иметь или нет? А вот хз. Так. Сейчас меня сейчас человек привез, надо было спросить у него, действительно, у него машинка уже куплена. Да вряд ли, потому что у него денег не было, самую дешманскую купил, значит не надо. И если есть парковка, значит точно дом не нужен. А парковка здесь есть. Да, да, да. Я вот не знаю, есть ли смысл покупать сейчас машину. Ты не в курсе, как тут работа у водителя устроена, что-то там арендовать, по-моему, да? Я вот сам не знаю, зашел только недавно. Я думаю, вообще на ферму что ли гонять. Я был там сейчас. Если у тебя много времени, да здесь все работы, если ты уже где-то побывал, требуют очень много времени, очень сложная экономика. Она не сложная, она тяжелая, потому что везде-везде, куда бы ты ни пришел, оплата будет мизерная, копеечная. В общем, на ферме где-то, наверное, за час реального времени, а может быть даже чуть больше, я заработал 700 баксов. Да, чуть мало. Вот вчера я косарь заработал, я просто тупо ездил на газонокосилке. Там быстро качаются уровни, но зарплата все равно там. У меня на четвертом уровне зарплата была 2 бакса за 30 метров. Понятно. Слушай, у тебя голос знакомый. Не знаю, может быть. Не ты обзор делаешь серверов. Ну и вот как результат, я получил категорию B и C. Ну, здесь нет категории, здесь есть легковой транспорт, грузовой транспорт и автобус. Автобус я даже не стал сдавать и даже не буду его показывать. Из последних обзоров, где я катался на автобусе, меня что-то теперь от этой работы слегка подташнивает. Здесь же в менюшке можно выбрать себе донат, пожалуйста, начальные комплекты, новичок, пожалуйста, покупаем. Ну, а далее нам надо ехать на топовую работу данного проекта. Для этого я остановил проезжающего мимо дальнобойщика и он меня как раз и довез до базы, ну и по пути рассказал, как вообще выглядит эта работа и что надо делать. Мы приезжаем на базу, арендуем грузовик. Опять же таки, у вас будет два варианта оплаты. Наличка или безнал. Выбирать можно абсолютно любой грузовик, никакой левел здесь не нужен. Просто берете любой. Я взял сразу же максимальный. Ну, возить так возить, как говорится. Все, переезжаем на зону погрузки. Вообще на проекте есть четыре зоны погрузки. Три на основном острове и одна на дополнительном острове. Да, здесь есть дополнительный остров, но его мы даже касаться не будем. Далее подъезжаем вот на такой триггер. Загорается буква Е, но в этот момент нужно доставать телефон. Но к этому мы еще вернемся. В телефоне нажимаем на иконку грузоперевозки и выскакивает вот такая вот табличка. Здесь три разновидности автомобиля. Легкие, средние и тяжелые. Ну, так как мы выбрали тяжелые, нам надо прочитать, где наш груз и, естественно, выбрать. Нажимаем просто снизу, где галочка, взять груз и появляется наша шаланда. Шаланды разные. Их, по-моему, четыре или пять видов. Ну, мы взяли вот такую вот. Все, можно отправляться на точку доставки. А точки доставки зависят от вашего уровня. Маленький уровень, точки доставки близкие. Близкое расстояние, мало зарабатываете. Ну, потихонечку качаетесь. Точки будут все дальше и дальше. И, в общем-то, будет больше денежек. Ну, а теперь немножко о минусах. Первое, что мне не понравилось, это разгрузка. Шаланда просто исчезает. Ну, некрасиво. Второе, это расположение точек загрузки. Здесь вообще на всем проекте с точками взаимодействия какая-то беда. И на лесорубке, и на ферме. Везде полная беда с точками. И здесь то же самое. Точки расположены очень неудобно. Особенно вот эта вот первая точка, она расположена вообще криво. Если прокладывать туда навигатор, используя иконку, смотрите, как он прокладывает. Он приводит вас на мост. А с этого моста вы устанете ехать. Небольшой лайфхак. Не ставьте на иконку. Ставьте на въезд на эту территорию. И тогда GPS переложит вам нормальный маршрут. И вы доедете по-человечески. Иначе вы приедете на мост, а с моста будете съезжать 100 лет. Ну и точки загрузки, которые разбросаны по всей карте, как я сейчас показывал. Они находятся на приличном расстоянии друг от друга. И вам все время придется туда возвращаться. То самое приложение, к которому я сказал, еще вернемся, вообще никак не работает. Оно вам не нужно. Оно бесполезное. Так как работает оно только на точке погрузки. Если не встать на точку погрузки и включить это приложение, то оно вам, в общем-то, ну как я сказал, бесполезно. Вы можете только посмотреть, какие грузы есть на какой точке. Но ехать за каким-то грузом ради там выгоды 100 долларов, такое себе занятие. А если выбрать, вот как я сейчас нажал, то выскакивает табличка, что вы не находитесь на точке погрузки. Вам все равно надо подъехать и встать на этот синий триггер. И только когда вы на него заезжаете, загорается буква Е. Ну, а зачем же тогда телефон? Можно же сделать взаимодействие через Е. Зачем это надо? Вот не знаю. Мне так кажется, что раньше было две системы. Через Е взаимодействие или потом ввели вот эту, наверное, систему через телефон. Ну, не знаю. Такое очень спорное решение. Если бы можно было брать заказы вот прямо с телефона и ехать на ту точку, которую ты выбрал, мне кажется, было бы более грамотно. Ну, а так вот я посмотрел, например, по планшету, что вот на такой-то точке есть такой-то груз. Так пока я туда еду, его могут забрать. Не знаю, какой смысл от этого телефона. Ну, и что касаемо разгрузки. Ну, неужели никто не может придумать ничего, кроме исчезающей шаланды? Ну, какую-то парковку, заехать задом, загнать там. Может быть, за какую-то дополнительную плату загнать задом в какое-то узкое место или в гараж. Ну, что-нибудь кто-нибудь придумает. Вот куда не зайдешь, везде работа дальнобойщика. Это подъехал, и она исчезла. Ничего другого, в общем-то, я больше и не видел. Ну, и здесь тоже выполнено так. В принципе, работа прикольная, но ее надо допиливать и дошлифовывать. Ну, это мое мнение. Ну, и с работами, наверное, все. Давайте переходить на недвижимость этого проекта, который тоже заслуживает внимания. Во-первых, потому что у них своя недвижимость. Сейчас покажу, какая. Ну, а минусом этого является то, что на карте не обозначен ни один дом. Можно было бы хотя бы жилые зоны обозначить, вот как, например, на Редейдж обозначаются криминальные районы. Можно было бы хотя бы так выявить. Как найти дом, бог его знает. Я бегал весь по Лето Бей, но там не продаются дома. Их вообще там нет. Ну, а внутренности домов выглядят вот так. Как я и сказал, у них своя какая-то недвижимость. То есть интерьеры выполнены совсем по-другому. Ну, и надо сказать, что это прикольно. Вы видите, что дома пустые. Много комнат и интерьеры зависят от того, какой класс дома вы покупаете. По-моему, там то ли 4, то ли 5 таких вот своих у них интерьеров домов. Дома пустые. Для того, чтобы здесь поставить мебель, вам нужно поехать в мебельный магазин и купить мебель, какую вы сами хотите. Магазин тоже выполнен, ну, просто обалденно. Это огромное здание, огромный ангар. Что-то типа нашей Икеи, наверное. И вот так это все выглядит. К магазину претензий нету, кроме меню. Вот меню магазина это какой-то кошмар. Мало того, что все очень мелко, так еще ничего и не подписано. Если с какой-то крупной техникой там или вот диваны, кровати еще понятно, но заходишь в раздел бытовая техника, тут ничего не понятно, ничего не подписано. А попробуйте рассмотреть, что там нарисовано. То ли это холодильник, то ли это люстра, то ли это телевизор. Бог его знает, что это такое. Ну почему так мелко-то? Ну почему так мелко? Блин, я не знаю, чего экономить место? Ну почему не сделать нормальное человеческое меню? В этом меню понять, что ты покупаешь, практически невозможно. И тем не менее, сама задумка с покупкой пустого дома, и ты можешь обставлять его так, как ты хочешь, а не так, как за тебя поставила мебель компания Rockstar, это прикольно. Ну это не часто встречается, и на самом деле это второй проект на моей памяти, где вот есть такая фишка. Это действительно интересно. Мне вот просто из-за того, чтобы купить свой дом и поставить там мебель так, как я хочу, хочется поиграть на этом проекте. Да и если в целом говорить про этот проект, то он в принципе неплохой. Несмотря на то, что я много каких-то косяков здесь обозначил и там даже где-то бомбил, в принципе проект неплохой. Его подшлифовать, немножко подточить, допилить до нужного состояния, и он будет в принципе неплохой. Здесь есть свои какие-то интересные, уникальные решения. Как я и сказал, просто надо подпилить, подшлифовать. Если вот я бомбил на точке, ну сделайте вы эти точки покомпактнее, и люди будут играть. Ну разместите вы значит на ферме добавочные точки, какие-то более централизованные что ли. Ну допилить надо немножко, где-то может анимаций добавить каких-то красивых и интересных, но в целом проект совсем неплохой. И вот эта вот сложная начальная экономика, она в принципе-то нормальная экономика. Просто из-за того, что ты много бегаешь, тратишь много своего личного времени, тебе кажется, что ты мало зарабатываешь. Потому что огромное количество времени и малый заработок. Сократить расстояние пустого и беготни персонажа, игрока, и все будет, мне кажется, нормально. Где-то чуть-чуть накинуть какую-то красивую анимацию, и в общем-то все заиграет совсем по-другому. Кстати, если говорить про анимации, то на проекте огромный список анимаций, которые вы можете включать в той или иной ситуации. Ну так можно ее задействовать и в самом игровом процессе. Как я уже и сказал, в целом мне проект понравился, и наверное я еще зайду и поиграю. Хотя бы ради того, чтобы купить дом и посмотреть, и расставить там по своему вкусу какую-то мебель. Очень надеюсь, что к тому моменту уже разработчики поправят все косяки, и хотя бы подпишут, если уж не поменяют иконки в магазине, хотя бы подпишут, что это за товар. Потому что, ну действительно, выбирать на микроскопическом рисунке наугад, что-то щелкать, ну это не дело. Ну а, наверное, больше показывать мне и нечего. Если кому-то понравилось, заходите, играйте. Проект интересный, есть в чем поковыряться, есть на что посмотреть. Играйте, получайте удовольствие, отыгрывайте свое РП. Ну а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел, и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok